алина добрый день добрый день я также рад приветствовать всех тех кто смотрит сейчас канал алина витухновской мы очень рады вашей поддержки это когда вы распространяете ссылку на канал алина витухновской ваших социальных сетях все подробности о том как вы можете нам помочь находятся в описании этого видео и мы начинаем с первого вопроса конституции поправки 2020 что с ними делать и как быть с президентом ведь он не относится ни к одной ветви власти здесь есть некая противоречие которая вылилась фактически в один орган управления страной администрацию президента которые нет в конституции все остальные три ветви суть декоративной что со всем этим вы намерены делать педагластей алина такого рода не отрегулированная система это следствие отсутствие присутствие отсутствие корреляции между самой конституции вообще законами и правоприменениями а это в свою очередь следствие отсутствие гражданского общества регулирую и регулирую регулирующего структуры и соответственно законы и плюс это отсутствие правового поля вообще как только изменится власть и появятся ее нормальные легальные представители эта сфера будет отрегулирована сама собой потому что вы знаете это своего рода логоократии крючка творства верить в букву закона в отрыве от всего остального конституция в принципе хорошая но ситуация внутри которой она действует вернее не действует плохая поэтому говорить в заку о законах в отрыве о реальной ситуации в принципе бессмысленно мы переходим к следующему вопросу судебная ветвь власти по конституции выборная а по факту судейский корпус формируется председателями судов списками которые дали утверждается президентом и как по-вашему должны набираться судьи в таком случае судьи будут выбираться через систему выборов то есть далее законодательная ветвь госдумы и совета федерации не считаете ли вы правильным распустить их на время реформ отменить большинство принятых госдумой законов начиная с 12 года ну вот репрессивные законы там допустим как и на агентах неуважение к власти свободе собрания распространения недостоверной информации оскорбление чувств верующих и так далее которые явно противоречат конституции безусловно их следует распустить все что произвел бешеный принтер со временем установления россии путинизма должно быть отменено особым указом президента нужна ли цензура в сми ну как то насилие на тв пропаганда у гбт ограничение рекламы или это должна быть сама цензура частных каналов известно что в погоне за рейтингом каналы могут пренебрегать нормами морали в угоду недалекому потребителю вообще о просвещении его отсутствие сформировала его отсутствие сформировала теперешнего обывателя избавиться от голубых огоньков и прочих киркорлов как это можно сделать но цензура цензура безусловно не нужно нам необходимо создать один государственный канал для официальных новостей заявлений и вообще важных новостей все остальные сми будут работать в поле свободные цивилизованные конкуренция избавление от голубых огоньков и киркоровых произойдет очень просто просто путем прекращения государственного финансирования ведь все это в сущности не деятели даже искусство это агенты системы правли управленцы массовым бессознательным то есть на выходе получается один сплошной петросян алина планируется ли национализация собственности олигархии пересмотр итогов приватизации да или нет определенно нет я писала об этом подробно и может быть мы сделаем даже отдельный эфир чтобы более подробно поговорить на эту тему но вкратце нет потому что подобный передел вызовет очередной виток криминальных разборок и нам важно создать конкурентное поле в котором будут участвовать в первую очередь и западные компании тогда рынок сам отрегулирует себя и вопросы собственности отрегулируются сами собой при этом функции государства будет обеспечение безопасности и правопорядка этих отношений но нет никакого передела это мне кажется тайная мечта леваков и коммунистов под видом даже порой неолибералов этот тренд мне кажется совершенно пропутинский потому что его обязательно возьмут на вооружение кремлевские когда та ситуация которую они создали сейчас будет совершенно разрушена и понадобятся какие-то управленческие обидки это очень хорошая управленческая обидка что под свои знамена зазвать народ грабь на обратно грабленная передел собственности проклятые либералы и так далее мне эта идея совсем не нравится друзья все те кто смотрит наш канал вы можете нам помочь по тем реквизитам которые указаны ниже также там будет ссылка который желательно распространять ваших социальных сетях и мы переходим к следующему вопросу такой тяжелый вопрос как смертная казнь за тяжкие преступления будут ли в россии алина витухновской нет ни в коем случае потому что есть судебные ошибки и мы можем решить жизнь невиновного человека самая тяжелая мера пресечения это будет пожизненное заключение дальше самый важный вопрос это вопрос о власти возможно ли смена власти изнутри вследствие изменения к ней отношения общества как к инородной самой атмосферы как процесс метафизический разумеется возможно по процессу по мере наполнения всех ветвей власти ответственными гражданами что касается метафизической метафизичности но никакой метафизики в постмодерне нет да в принципе ее нет вообще но если вы имеете ввиду некие незримые материи некие общественные настроения то да в каком-то смысле этот термин можно применить как происходит революция на самом деле нет никаких законов это такое в некотором роде если этот термин употреблять в кавычках как метафора это такое метафизическое явление неожиданное собственно для всех на западе вес всерьез обсуждает проблему потепление на планете следствие выбросов co2 разделяете ли вы так называемую зеленую повестку скорее нет чем да не то чтобы я разделяю не или не разделяю мне она кажется довольно популистской распилочной темы я считаю что данный вопрос нуждается в объективном научном обосновании пока это тема условной греты тунберг ну мне наверное это не сильно интересно учитывая что большая часть россии находится в северном полушарии и нуждается в более длительном продолжительном сезоне быстро россия не сможет отказаться от ископаемых источников энергии это точно тоже надо учитывать но да по большому счету на данный момент это довольно про паническая вот такой вопрос ваше отношение к астрологии став президентом у вас будет личный астролог мое отношение к астрологии нейтрально скептическая никакой астролог мне не нужен как все те излишества которые представляют себе замученные жизнью обделенные благами советские граждане не думают что прийти к власти это завести себе личного астролога вот что-то такое еще летать на каких-то сверх самолетах и всякая прочая чушь нет мне все это не нужно окей мы переходим к следующей группе вопросов сложно о чем-то спрашивать честно кроме честно говоря кроме вопроса что делать похоже многие живут лишь перспективы ближайших одной-двух недель замерев замерев в гипнотическом столбнике на низком старте явного веселья нигде не вижу лопаются петарды на гуляющих людей почти нет что делать алина но что делать зависит от того что вы хотите вот сегодня мне прислали вопрос стоит ли находиться в тех городах которых возможно будут происходить не могу в российской респекции в общем всяческие деструктивные действия если у вас есть возможность хотя бы временно выехать за пределы вы не являетесь политической персоной у вас здесь нет текущих важных дел которые вы не можете бросить то наверное лучше выехать а так действительно все зависит от того кто вы и чего вы хотите вот у меня например все планы исключительно долгосрочные потому что бессмысленно иметь краткосрочные планы ну что за краткосрочные планы выйти завтра в магазин и на прогулку и все а что дальше то есть именно экстремальные ситуации пробуждают политических субъектов и именно они дают им какие-то энергии и мотивации как ни странно это парадоксально вроде как поле возможностей сужается для всех но для политсубъектов оно расширяется оно несет те возможности которых которых не было до этого а что здесь 20 лет ничего не было путинская стабильность это болото и сейчас оно взрывает само себя алина что такое свобода и сколько измерений свободы может быть вот такая сложная тема недавно я написала комментарий одной из своих знакомых который очень не понравился назвав внутреннюю свободу которую так ценит интеллигенция чудовищным горбом который изнуряет скелет индивида и в сущности это так и есть во-первых никакой свободы а абсолютной свободы в принципе не существует это то есть даже появляясь на свет мы не являемся своими собственными идеями мы являемся следствиями каких-либо причин нас обусловившими и в этом смысле мы уже не свободны таким образом свобода ну условная свобода это осознание собственной индивидуальности и какие-то возможности которые вы используете свобода же советской интеллигенции ну собственно какая-нибудь буддистская свобода и не даром говорят буддизм для бедных сводилась вот к этой внутренней составляющей а что она дает ну вот находясь в тюрьме не условно я чувствовала себя вполне свободно и была свободна в сравнении с остальными но пока я не выразила это публично то есть пока мне бы не был моими же усилиями дан медийный ресурс мне это собственно ничего не давало кроме каких-то чисто физических проблем поэтому это такое лукавство все разговоры о внутренней свободе это лукавство а свобода повторюсь это возможности внутренняя свобода без внешней свободы это интеллектуальная провокация скажем мягко это какой-то дурацкий обман не ведитесь на него алина как вы собираетесь всех этих сумасшедших организовывать россия больна психически ее спасет только внешнее управление но я знаю что вы против этого а почему ну вот смотрите вот как это пример вопроса который составлен человеком который не мыслит политически человек который мыслит политически никогда не назовет свой электорат сумасшедшими хотя я согласна что часть населения в дилериозном состоянии но я не собираюсь об этом вещать с больших трибун и в этом вопросе заложен скепсис который как бы ну если многие начнут мыслить так то реальность такой и будет вы не уважаете народ в нынешнем состоянии его есть за что критиковать но вы не уважаете его в принципе поэтому то что люди сошли с ума какой-то условной там интеллигенции которая его презирала дает чувство облегчения ах они сошли с ума давайте мы от них отделимся ах тут нет никаких перспектив давайте отдадим их во внешнее управление а чем внешнее управление отличается от другого если мы имеем дело с психическим состоянием психическое состояние меняется ну на мой взгляд вот то что сейчас произошло это возможно изменить только продолжительным периодом нормальной жизни 3, 5, 10, 15 лет ну либо оно не решается если человек вот реально абсолютно сошел с ума но никак не решается только медикаментозно причем здесь внешнее управление внешнее управление приведет как я говорила не раз к всплеску реваншизма потому что здесь людям морочили 20 лет головы потом их отправили на бойню потом это ситуация понятно какая будет она уже проиграна в исторической перспективе они почувствуют себя пораженцами и жертвами а потом к ним придут и скажут теперь мы вводим вы во всем виноваты в начале скажут вы во всем виноваты а потом ведут внешнее управление это будет такой всплеск реваншизма реального который вам и не снился это не то что придумал кремль это же имитация реваншизма а вот будет самый натуральный потому что люди поймут что столько лет над ними издевалась как издевались простите как политику лично мне какой интерес во внешнем управлении кем я буду при этом внешнем управлении гауляйтером это смешно это моя страна это наша с вами страна какой бы она ни была на данный момент отдать ее во внешнее управление это отдать ее навсегда как аргумент мне сейчас могут сказать что то же самое было в германии все сравнения с германией нерелевантны потому что германия совершенно другая страна и даже автомобильчики там были остались другими я думаю этого как бы сравнения грубого и материалистического достаточно чтобы понять что вообще все по-другому алина а зачем вам нитше я понял нигилизм отрицание всего важно то что модно но лично вам то что до него я не очень поняла а в связи с чем пришел этот вопрос возможно что автор читал какие-то мои стихи где упоминается нитше но я считаю что нитше даже не актуальный автор и то что упоминается в стихах тем более в старых то есть у меня старые стихи которые были написаны лет в двадцать да это стихи которые кстати можно вполне себе отнести к модерну но и мышление и образы и способ управления реальностью тогда были другими и сейчас я все это так не вижу и не воспринимаю да я думаю что и тогда я это так не воспринимала но мне просто нравилось воздействовать на реальность именно таким образом потому что он был актуален что касается нитше нитше сделал для своего века все что мог но для этого он уже не сделает ничего но его идея сверхчеловека это не более чем философское недоразумение на себя не оправдала причем она настолько аллогично потому что если вы хотите преодолеть вообще преодолеть человека это как раз быть человечным это поставить человека в центр угла это быть типическим гуманистом а они настаивали на том что они не типические гуманисты они что как бы они античеловечны то есть это какая-то парадоксальная и довольно скучная и совершенно бессмысленная идея потому что на мой взгляд не надо делать преодолевать человека и делать сверхчеловека дайте человеку для начала пожить нормально а потом он подумает уже кем он становиться кем ему становиться вы же хотели сделать сверхчеловека из тех кто толком никогда и не жил я не говорю а голубоглазые арийские элите которая жила в избытке они кстати имели право на такие интеллектуальные эксперименты я говорю о большинстве людей которые которым такие эксперименты совершенно ни к чему вопрос алина у вас есть любимый человек и став руководителем государства вы расскажете о своей личной жизни или будете все и всех прятать как нынешний какие формалисты люди да что вот личная жизнь это так интересно обществу во первых нет потому что личная жизнь большинства людей довольно скучна именно поэтому всегда ищут какие-то скандалы грязные подробности интриги потому что по сути это чудовищно скучно это нужно чем-то таким разбавить нет любимого человека у меня нет мне кажется что это как-то очень было бы не круто вот так мало времени отведено человеку на саму на человеку на собственно жизнь да и я считаю что я должна потратить это время на какие-то более важные вещи и что я сама по себе как бы более интересно как если бы я была каким-то таким парным существом вот как мне можно задавать такие вопросы этого не видеть но это странно вообще ну мне кажется что что одиночка это очень круто это куда притягательнее интереснее ну если только его не хотят приблизить или прицепить каким-то шаблонным вещам окей далее что сказал нового камю в своей повести посторонней и актуально ли это повесть в современном обществе а вот камю в отличие от ницше мне кажется очень актуальным потому что он говорит рассказывает нам в постороннем о субъекте правда это такой еще не до субъекта это субъект который не не осознал свою субъектность это просто человек который начинает вести себя не так помните как ему ставят вину что он не плачет на похоронах матери потому что он не чувствует того что предписано чувствовать то есть он ведет себя честно и обществу это не нравится а в конце он отказывается от услуг священника и предпочитает умереть тоже без вот совершения этого позорного и довольно бессмысленного ритуала посторонний это человек который отстаивал свою субъектность с этой точки зрения Камюн мне кажется куда более честным автором чем например Сартер который на мой взгляд является метафизическим предателем вот весь современный гуманизм который в результате дал нам расизм пошел из розовых фромовских очков которыми он смотрел на мир и заставлял смотреть других любовь благо отказ от ресурсов отказ от власти во имя абстрактных гуманистических ценностей но ведь Сартер все понимал почитайте его тошноту он все понимал он понимал эту изнанку бытия что за ним таится потом он сыграл в гуманиста отказавшись от этого понимания если вы помните в конце его романа главный герой чуть ли там не плачет я точно не помню читал лет 16 но умиряется какой то слушая какую то пластинку в каком то баре слушая голос какой то негритянки и как бы это его смиряет с жизнью и собственно это смирение с жизнью на самом деле отказ от субъектных амбиций и является ценностью вот всех этих пропанических гуманистов с другой стороны Сартера можно понять потому что он стал гуманистом тогда когда это было исторически актуально он вступил во французское сопротивление и соответственно совершил совершенно верный политический жест который был позже отмечен Нобелевской премией но я думаю что Сартер лукавил а Камю нет я напоминаю всем зрителям и слушателям что вы смотрите канал Алины Ятухновской которые очень рад вашей помощи которые опять же вы можете оказать по репизитам указанным ниже там же будет ссылка для распространения в социальных сетях Алина как вы думаете почему Мартин Хайдеггер был за Гитлера а вы знаете мне кажется Хайдеггер какой то вот так с придыханием говорят Хайдеггер в последней моей статье почитайте пожалуйста в газете новое известие описано я иронизирую над этим культом образованщины не так давно мне какой то поклонник Дугина тайный написал что а вы Гегеля почитаете во первых общий такой философский суповой набор все читали в подростковом возрасте уж точно что значит читать Гегеля читать там тома до бесконечности да но это в общем то дело академических специалистов зачем это читать тому кто в принципе понимает о чем речь и о чем Гегель но если с Гегелем понятно потому что он относительно легко читается то есть с Хайдеггером дело обстоит очень плохо Хайдеггер не читается вообще это какой то философский Хребников это невозможно это не читабельно во всяком случае на русском языке прочитать его в оригинале я не могу я примерно понимаю естественно как как и все о чем идет речь но если этот человек ищет в бытии некой подлинности то это опять это тогда к нему те же претензии что собственно и к Ницше дайте сначала людям пожить нормально а потом ищите подлинность у меня есть большое подозрение что той самой подлинности которую ищут за неподлинностью в принципе не существует как не существует метафизики и как не существует сакральности но это собственно дело философов почему Хайдеггер поддерживал Гитлера потому что был актуален текущему историческому моменту потому что он полагал что подлинность есть так же как и модернистские национал-социалисты в рамках своих деструктивных и чудовищных идей как им на самом деле в отличии от наших казалось что они несут в мир подлинность это опять о чем я говорю в каждом интервью к отличию к отличию модерн от постмодерн потому что если Хайдеггер хоть он и ввязался в преступную авантюру он был философом то Дугин который ввязался в преступную авантюру остается клоуном больше того как я недавно писала он уже стал Петросяном вот так Алина благодарю вас за такие блистательные ответы на очень разные вопросы всем зрителям и слушателям я желаю распространять слово Витухновской по сети а также помогать нашему каналу в развитии с помощью по реквизитам которые будут указаны ниже огромное вам спасибо Алина и до новых встреч спасибо вам спасибо тем кто нас поддерживает донатами спасибо тем кто распространяет видео и просьба делать это активней до свидания